Что вы мне тут сказки рассказываете? Владимир Путин подверг резкой критике министра в экономике и сельского хозяйства за высокие цены на продукты. После проверок Генпрокуратура выяснила, что сахар за год подорожал на 71%, масло на 24%, мука на 13%. В Минсельхозе уже заявили, что ритейл готов и согласованно снижать цены. Евгений Пиличук продолжит. Сначала в сентябре взлетели цены на подсолнечное масло, более чем на треть. Ближе к зиме резко выросли цены на сахар, более чем на 70%. Следом подорожали мука и хлеб. О резком увеличении стоимости базовых продуктов отчитался Росстат. Проверка Генпрокуратуры цифры подтвердила. И дело дошло до Кабмина. Премьер Мишустин 11 числа дал сутки фаз на то, чтобы придумать, как сдержать цены. А на выходных Владимир Путин на совещании раскритиковал работу министров сельского хозяйства и экономики Решетникова и Патрушева. Куда вы смотрите? Это же не шуточки. Безработица растет, доходы сокращаются. Базовые продукты дорожают на такие величины. А вы, значит, мне сказки рассказываете здесь. Что вы там будете делать? Собрание проводить, да? Ну, это недопустимо. Это чисто экономические причины. Я надеюсь на то, что на следующей неделе там стабилизируется. Меня такая формировка в данном случае не устраивает. Я надеюсь. А вы мне одно скажете, со следующей недели это будет стабилизировано. И вы, и Решетников. Кроме того, Путин указал министра на то, что россияне в массе своей предпочитают не баланьеза, а макароны по-флотски. И напомнил членам правительства об их обещаниях, что сахара хватит для внутреннего потребления. Вот и потребляйте внутри, добавил президент. Нигде на официальном уровне не говорится, что в росте цен виноват коронавирус. Он скорее оказал косвенное влияние, говорят эксперты рынка. Например, из-за пандемии ощущается дефицит сезонных работников. Гораздо больше вреда принесла засуха, говорит финансовый директор сахарного производителя Сюгден Глеб Тихомиров. Цена поднималась в рознице до 46 тысяч рублей за тонну. Сейчас она примерно 41-42, то есть цена уже пошла вниз. А скачок был вызван очень большими опасениями по поводу урожая. Взять центральную часть России. Там с июня по октябрь не было дождей. Пока идет речь о том, что снижение должно быть на три месяца. Ориентир 45-46 рублей за килограмм в рознице. На мой взгляд, это достижимая цель. Здесь будет все зависеть от того, какая маржа будет оставаться между заводами и клиническим покупателем. То же самое относится к подсолнечному маслу. На его стоимость также повлияли падение рубля в сентябре. И идея повысить экспортные пошлины на масло в ноябре. Путин связывал рост стоимости продуктов с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Отчасти виноваты сами маслозаводы, считает ульяновский фермер Алексей Якушев. Он специализируется на производстве подсолнечника. Если правительство убирает цены на масло, оно должно зафиксировать высокие цены на семечку, чтобы крестьяне не остались на кладе. Почему должны страдать маслозаводы? Потому что они виновники того, что сейчас произошло. В том году они сделали картельный сговор, опустили цену на семечку. Вот она сейчас 45 стоит, а они опустили до 12 рублей за килограмм. Семечка была сырая, хранить ее фермеры не могли. Они ее продали по этой цене, что им дали. И получили убыток. И многие не посеяли эту семечку. Получилось то, что меньше посеяли. А во-вторых, что еще и не урожай. То есть два фактора просто наслоилось друг на друга. Решений проблемы высоких цен может быть несколько. Ранее СМИ писали, что власти хотят ввести предельные цены по ряду продуктов. К примеру, сделать отпускной ценой за масло 95 рублей за литр, а розничный 105 рублей, не больше. Опрошенные нами тогда участники рынка сказали, что это нерентабельно. Есть опасения, что ритейлеры будут компенсировать убытки, повышая цену на другие продукты. Продолжает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. Они могут пойти навстречу и в каких-то там пределах на некоторые товары на небольшой период времени могут свои аппетиты ограничить. Опыт такой уже был в России не раз. Как минимум это не рыночный метод, а как максимум это что-то краткосрочное. Теряются остатки инвестиционной привлекательности этих секторов. Впереди посевная кампания весной 2021 года. Скорее всего сократят посевы тех культур, на которые выводятся ограничения. А если это все затянется, то весной 2022 года они посеют еще меньше. И нас ждет какой-то грандиозный дефицит в каком-нибудь году будущем. Если правительство будет настаивать на подобных методах регулирования. Впрочем, глава Минсельхоза уже заявил, что бизнес готов реагировать на предложение власти по стабилизации цен. О том же сказал глава Аккорд Сергей Беляков. Ритейл может обеспечить доступные цены. И даже дал на это гарантии. По распоряжению премьера Мишустин, Кабмин должен представить решение по нормализации цен на продукты уже к утру понедельника. Нельзя допустить ситуации, когда людям не хватает денег на продукты. Об этом сказал президент Путин, главе Минсельхоза Дмитрию Патрушу. В ответ на его сообщение о том, что ситуация на продовольственном рынке России стабильная, глава государства привел сравнение с СССР, уточнив, что нынешний глава Минсельхоза может не помнить ту ситуацию в силу возраста Патрушеву младшему 43 года. Вы обратили внимание на то, что я записал, что дефицита продуктов мы не наблюдаем. Это правда. Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Еще человек молодой, что не помнит, а я помню. Мы говорили так. В Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке. По словам главы Минсельхоза, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, аграрии без сбоев провели. Посевное, обеспечив страну новым урожаем, в частности урожай зерна в этом году, превысит 130 миллионов тонн. Это один из самых значительных урожаев новейшей истории, отметил Патрушев. Премьер Мишустин потребовал сегодня к 17.00 без воды доложить ему о ситуации с ценами на продукты. Он заявил, что Кабмин еще осенью обратил внимание на рост цен на продовольствие, но ряд чиновников объясняли это сезонными факторами. Мишустин прочил подготовить предложение по мерам, связанным со сдерживанием цен, а ФАС поручено еженедельно докладывать ему о динамике. Премьер-министр раскритиковал министерство товаропроизводителей, торговой сети из-за роста цен на продукты. Министерство недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию, заявил Михаил Мишустин. Он назвал ответственных за ситуацию ФАС, Минэкономразвитие, Минсельхоз и Минпромторг, а также назвал своих замов. Все инструменты у вас есть, недооценили риски, пустили на самотек. Хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности. В обязанностях Министерства сельского хозяйства мониторинг цен, которые устанавливают сельхозпроизводители на свои товары. Субсидии, пошлины, квоты на вывоз, мониторинг объемов посева, производства, поставок на внутренний рынок и, конечно, на экспорт. Минпромторг должен отслеживать динамику цен в розничных сетях и их надбавке при реализации продукции. Соответственно, постоянно взаимодействовать с ними. Полномочия Федеральной антиморбольной службы, противодействия картельным сговорам по повышению цен. Минэкономразвитие совместно с Росстатом отвечает за систему мониторинга цен, статистику и, конечно, выявление точек роста. А также за установление таможенных пошлин и все решения в формате ЕАЭС. А мои заместители, кого это касается по функционалу, Андрей Ремович Белоусов, Юрий Иванович Борисов, Виктория Валерьевна Абрамченко, должны отвечать за координацию этой работы по своим направлениям и принимать своевременно необходимые решения. Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит работа всех перечисленных мной структур и их руководителя дает сбой, который необходимо устранить. Тем более мы видим, что дефицита продуктов сейчас действительно нет. Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортерам. Не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием. Сегодня в 17.00 я проведу по этим вопросам отдельное совещание. Прошу подготовиться к нему и без воды доложить о ситуации, о конкретных предложениях и мерах по ее решению. Премьер Михаил Мишустин. Отмечу, вчера президент провел сразу два совещания, посвященных сельскому хозяйству и ценам на продовольствие. Он сказал, что подсолнечное масло с начала года подорожало почти на 24% мука, почти на 13%, сахар на больше, чем на 70%. Путин призвал не винить и в росте цен пандемию.